Профессиональный праздник работников строительной отрасли ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа. Четверть миллиона человек работают в этой сфере в Краснодарском крае, который по праву считается одним из лидеров по вводу жилья. Славинские строители также вносят свой серьезный вклад в общий результат. Строительный комплекс муниципалитета – важная составляющая его экономики. Вместе с жильем возводятся школы и детские сады, спорткомплексы и фельдшерско-акушерские пункты. Сегодня приоритета дается качеству. Отрасль меняется к лучшему благодаря преданным своему делу людям, влюбленным в профессию и район. На торжественный прием в администрацию Славянского района накануне профессионального праздника были приглашены лучшие представители трудовых коллективов строительной отрасли. Их профессионализм и любовь к своему делу вместе с большим опытом и ответственностью делают их по-настоящему незаменимыми. Это очень сложное направление, но очень интересное. И самое главное, что мы видим результаты своего труда, что мы вдохновляемся, наверное, тем, что мы делаем. Входим в новые проекты, советуемся, общаемся. Тут же наши скульпторы, да, вот сколько малых форм сделали, продолжаем делать. Хочу от всей души поздравить с нашим праздником, пожелать мира, добра, благополучия, чтобы все наши объекты, они воплощали жизнь, чтобы, я не знаю, чтобы и город развивался, и район развивался, и благодаря созидательному труду, и вот общественные пространства благоустраивались, и красивые здания появлялись. Была озвучена информация о каждом, кто пришел на прием. Эти профессионалы достойно представляют свои предприятия. Труженики строительной сферы, опытные, ответственные и самоотверженные специалисты, артисты городского дома культуры порадовали всех собравшихся концертной программой. Каждому приглашенному на прием глава Славянского района вручил благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие отрасли строительства и памятный подарок. В числе отмеченных был ветеран строительной отрасли Валерий Васильевич Тюшков, который был главным инженером ЗАО «Стелла». За годы его руководства построено более 120 объектов, многоквартирные дома, районная и детская поликлиники и многие другие. Я хотел поступать на геолога, а потом переменил мнение и пошел на строителя. И так всю жизнь проработал на стройке, не жалея об этом. Начинал с мастера, потом прорабом, начальником участка. И до главного инженера доработался. Крупное предприятие наше было ЗАО «Стелла» здесь, в городе Славянском. В Кубани доходилось численность до 600 человек. Строили по всему краю, начиная от Адлера, Калининская, Приморо-Октарск был, и Краснодар, и Успенка, и Армавир. Владимир Иванович Донцов возглавляет общество с ограниченной ответственностью электросервис. Активно участвует в строительстве и капитальном ремонте социально значимых объектов. Профессии строителя без электричества никак не обойтись. Поэтому в 1977 году я пришел в агропромэнерго на должность мастера. После, в 2007 году, когда у нас уже распался Советский Союз, уже и другая страна стала, я организовал ООО электросервис и по сей день работаю в этой организации. Участвовал практически во всех стройках, которые строились в Славянском районе, начиная с 1977 года и по сей день. Профессия строителя созидательная и творческая. Именно они своим трудом помогают делать наш район все более красивым и процветающим. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Программа «С cheat scenario»